Сейчас вы увидите историю, в которую вам будет трудно поверить. Молодая женщина будет рассказывать о том, что творил с ней ее отчим все ее детство. С очень раннего возраста. И вам захочется защититься от этого, и вы будете говорить себе, что она все выдумала, что это неправда и этого не может быть. Но это правда. Было уголовное дело, был суд, который доказал, что все, что говорит наша героиня, чистейшая правда. Очень красивая женщина будет сидеть во время нашего разговора в странно не идущих ей очках, в которых будут отражаться окна ее квартиры. И этому тоже не удивляйтесь. Сначала Олеся хотела, чтобы мы во время разговора закрыли ее лицо, чтобы она была закрытым лицом. Нет, говорю Олеся, мы так не можем, мы так не снимаем, наши зрители не будут доверять ни нам, ни вам. И тогда Олеся надела эти очки, чтобы хоть как-то отделиться от собственного прошлого. В приговоре, который суд вынес ее отчиму, перечислено множество статей. И дальше эта история сделала такой невероятный поворот, что опять же в это трудно поверить. Но давайте все по порядку. Приближается Новый год, и снова встает вопрос, что подарить близким, друзьям или коллегам. Мне всегда хочется, чтобы подарок был не только красивым, но еще и полезным, а лучше интересным. В этом году у меня есть отличное решение. Большой подарочный набор сока чая от Бифрутби. Во-первых, я люблю необычные упаковки, чтобы красиво положить под елочку. У ребят это милая крафтовая коробочка в виде домика. И внутри 4 баночки сока чая. Но главное сам продукт. Сока чай это чай, пропитанный соком свежих фруктов. И он буквально пропитан вкусом и ароматом. Это особая технология. Свежие ананасы привозят на фабрику, очищают и нарезают. А затем смешиваются специально подготовленными чайными листьями, чтобы они могли пропитаться соком. Потом отдельно идет сушка, и в конце все смешивается в изначальной пропорции и фасуется по банкам, куда добавляются ягоды, фрукты и травы. Так создаются уникальные купажи сока чая. Уже второй год подряд сока чай признанный новатор. В 2023 году на выставке «Галфуд Дубай» сока чай стал победителем в номинации «Лучший среди напитков». А в этом году независимое жюри включило сока чай в список самых инновационных продуктов по версии выставки «Сиал» в Париже. Сока чай доступен в магазинах. Азбука вкуса «Перекресток», «Метро», «Ашан», «Гиперглобус». Если вы хотите подарить близким что-то действительно необычное, что создаст настроение праздника на протяжении всей зимы, то подарочный набор сока чая – прекрасный выбор. Четыре приятных вкуса в стильных баночках украсят любой вечер и даже интерьер вашей кухни. Заказывайте набор сока чая на маркетплейсах по ссылке в описании к этому видео. Олесе было меньше года, когда мама, ее зовут Оксана, отправила малышку к бабушкам в деревню. И девочка жила там спокойно до шести лет. С папой мама давно развелась. И вот однажды она приехала в деревню со своим новым мужем Сергеем и забрала Олесю в Тюмень. Что это за обстоятельства были? Вот ваши шесть лет. Шесть лет меня привозят в Тюмень, там трехкомнатная квартира. То есть они купили вместе квартиру. Чем занималась ваша мама? Чем занимался Сергей? Они работали в компании Кока-Кола, по-моему, если я не ошибаюсь на тот момент. Мама бухгалтером работала, он водителем-экспедитором работал. Среднестатистическая семья в достатке, то есть никто там не нуждался никогда. Да все как у обычной семьи. Мама постоянно очень много работает, уезжает в командировки, а он начинает в игры играть. Я ребенком не понимаю, что происходит. То есть он там лежит в кровати, позовет к себе, возьмет там как-то над собой, приподнимает, потом руки опускает. Я типа падаю, он меня прижимает. Я, будучи ребенком, вообще, честно, вообще не осознавала и не понимала, что это что-то не так. Ну, игра, игра такая, классно. Со мной дядя Сережа играет. Потом как-то в один из случаев, когда мама уехала в командировку, он повел меня мыться в ванную. Позвонила мама и говорит ему, что вы делаете? Он говорит, я повел лезь умыться. Она начала очень сильно ругаться. У них конфликт произошел, потому что... Ну, она ему как бы спрашивает, говорит, а зачем ты ее ведешь умыться? Она сама в состоянии помыться. Вот тогда он немного напугался. Он же, ну, как бы, по сути мне, никто. Он прям полностью в ванную сидел там со мной. А, с вами. Да, да. Вот именно в чем у них конфликт-то произошел, что она ему объясняет, что она уже сама умеет все делать. Зачем ты там вообще находишься? Чуть уточню, чуть уточню. У меня совсем другая картинка на голове нарисовалась, что он открыл душ и вас просто помыл. А как это было-то? Он присутствовал. Он был с вами в ванной, короче? Да, да, да. Я не помню, чтобы как-то трогал что-то такое, но то, что он присутствовал, и он об этом матери сказал, а она в этом почувствовала, видимо, что-то неладное, потому что начала с ним ругаться. Разумеется. Да. Вот разумеется. Да, даже, ну вот представьте, если, типа, ты там просто сидишь. Зачем ты там находишься? А вам было шесть все еще или уже семь? Ну да, где-то уже шесть-семь вот такой период. Да, ладно. Значит, мама ему сказала пару ласковых, и он испугался. Отстал. Что было потом? Он не отстал. С этого момента начались секреты, и... Первый наш секрет был о том, что я теперь называю его папой. С этим человеком Олеся проживет десять кошмарных лет. И с того времени сохранилось всего два снимка самого Сергея Фролова. Он не любит фотографироваться. И все совместные фото он забрал себе. И у Олеси очень мало ее детских снимков. Но много воспоминаний о поступках отчима. Годы спустя за это Фролова будут судить. Вот только приговор окажется неожиданным. История с первым секретом началась с обычной просьбы. Сергей попросил Олесю купить хлеб. А у девочки это просто вылетело из головы. Я поднимаюсь домой. Там дома меня встречает он. Такой типа, а где хлеб? Я стою и говорю, я забыла. И вот тут он мне начинает беседу проводить о том, что если мама узнает об этом, то меня очень жестоко вечером накажет. Но у него есть первое решение. Объясню почему. Потом, впоследствии, почему это было первым решением. Потому что следующие были уже не очень совсем. И он мне говорит, ты называешь меня папой, и я маме ничего не говорю. Я не хотела. Я прям не хотела до истерики. То есть я там очень сильно плакала. А он очень хотел, или надо было, чтобы я его папой называла. Я очень долго думала, очень долго плакала. И вот у меня стоит страх выбора. Или я называю его папой, или я вечером получаю от матери. Я согласилась. И до вечера, пока мама не переехала с работы, я ходила. Папа, дядя Сережа, папа, дядя Сережа. Прям папа, 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 папа. И в итоге мама приходит, и я говорю ему, папа, мама радуется безумно. Мама радуется. Я не наказана. Сделка? Да. И сделка сработала. Ваша мама жесткий человек? Да. Я бы даже сказала, жестокий. То, что мама может быть жестокой, Алиса узнала еще, когда ходила в садик. Ей было тогда 6 лет. Тогда у нас произошел первый инцидент. В квартире пропали деньги. Они откладывали на покупку квартиры, по-моему, для его родителей. Была сумма большая, денег в квартире. И какая-то часть пропадает. Сергей матери говорит, что это я взяла эти деньги. Я, естественно, ничего не понимаю, все это отрицаю. Тогда мать меня первый раз жестоко, очень избила. Я не ходила даже в садик, потому что у меня синяки были по всему телу. Меня на трое суток закрыли в комнате, приносили еду только и просили писать письма, версии, куда я могла деть деньги. Мама только в последний момент уже поняла, что я, как ребенок, сочиняю от безвыходности, потому что я не знаю, что нужно, какой ответ правильный. Знаете, подбираешь, подбираешь, а какой будет правильный, чтобы меня выпустили, чтобы меня перестали там бить. А вы в 6 лет умели писать, получается? Да, я очень рано читать начала, я уже, по-моему, в 3 читать начала, пока в деревне была. Они с вами занимались, или это вы сами? Это в деревне со мной бабушки занимались, такая очень сообразительная девочка была. Ну ладно, хорошо. Вот вы сидели запертые 3 дня и писали письма. А как же вас выпустили? Ведь вы же наверняка не дали достоверную версию. Ну да, я же говорю, что в какой-то момент мама поняла, что все, что я пишу, это бред, и я просто не знаю, что писать. Я просто сижу и сочиняю. Что было потом? Дальше жили. Как-то замялась, забылась эта ситуация. Следующие сделки. Мама меня жестоко наказывает за оценки. Все, что ниже четверки, это катастрофа для нее. А как именно? Ну, у нее кожаный ремень был из натуральной кожи с большой железной бляхой. И этим ремнем мне прилетало по всему телу. Просто ремень хватают в агрессии, да? И какая часть ремня прилетит, и куда она прилетит, ей вообще не принципиально. Я забиваюсь на пол, реву, а она забивает, пока у нее вот это вот все не выйдет из нее, не выплеснет все, что происходит. Вот. И тут мой друг Сергей предлагает мне новую альтернативу, решение. Говорит, давай так. Ты встаешь на коленочке, снимаешь носики, я беру ремешок, аккуратно покажу тебя, а потом договариваюсь с мамой, и мама тебя не наказывает. я быстро, очень быстро согласилась. у них в комнате кровать была. Вот я вставала на коленке перед кроватью, телом опускалась прямо на кровать. И вот так вот стоя фиксировалась. Его я не видела. У меня на допросе один из вопросов был, что-то делал ли он в тот момент, когда меня этим ремнем там водил. Я честно сказала, что я не помню, я не видела, потому что я была спиной. А долго он эту экзекуцию устраивал? Честно, не помню, но вот какое-то непродолжительное время, но периодически все равно влетала дальше от мамы. видимо, где-то он повлиять не мог, а может быть и надо было, чтобы... Я не понимаю, что у него там за игра в голове была. А вы имеете в виду, что ему было надо, чтобы был кнутый пряник, и чтобы кнут все равно сохранялся? Да, 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 да. Чтобы у вас была мотивация расслабилась. Соблашаться на его предложение. Да, мне кажется, как будто бы, чтобы не забывала, что мать угрозу представляет. А он такой вот герой. А вам было сколько лет, я уточню? Это со второго класса началось. А он вам объяснял, что маме надо это не говорить? Конечно. У нас же секреты, все, как бы мы с ним секреты держим, мама ничего не знает, мама меня любит, и мама меня не наказывает. Ладно, идемте дальше. Дальше. Ну, из такого значимого у нас в школе появляется психолог, а я начинаю ходить к психологу, и в какой-то момент она единственный человек, кто начинает у меня вызывать доверие. И мне хочется с ней поделиться, ей рассказать о том, что происходит. Но прихожу как-то домой, и мне говорят о том, что мы все переезжаем. Они купили дом в Березниках. Я не знаю, для меня... Мы не успели психологу ничего рассказать, да, получается? а для меня эта новость была разрушительная для четвероклассника, но как бы у меня какое-то было ощущение того, что это конец. И с тех пор, как мы переехали в Березники, там начался сущий ад. Березники – это пригород Тюмени в 15 минутах езды. Семья туда переехала не сразу. Год они жили у родственников Сергея. Потом уже в Березниках в новом большом доме у них долго гостил брат мамы и отчим вел себя как примерный отец. А когда брат уехал, все продолжилось. Мать также постоянно на работе. Сергей, по-моему, не работал. И шестой класс. Все уже, игры немного поменялись. Сколько вам было лет? Двенадцать. И снова, ну, мама продолжает работать, а мы с ним опять остаемся вдвоем. То есть, вне школьное время я с первой смены училась. После учебы я должна была сразу же приходить домой. Я приходила домой, он был дома, а вечером он ехал сам, маму забирал с работы. Иногда она сама приезжала, когда она на машине уезжала. У них в подвале были наушники с плеерами. Новые, запечатанные откуда-то. Мешок целый. Я взяла плеер с наушниками. Он это обнаружил, позвал меня. И я захожу в комнату, он мне говорит об этом и говорит, ну что, как будем решать вопрос? Я говорю, ну как? Он говорит, ну, май. Я не помню, что там на мне было. Штаны, может, какие-то шорты. Я спускаю, он подходит с ремнем, уже с другой стороны меня падает и говорит, о, я смотрю, ты выросла. в тот момент страшно стало. То есть, если я выросла, значит, будет хуже. Следующий эпизод не помню, за что. Очень ярко помню этот эпизод. Он зовет меня в комнату, он лежит, укрывшись вот так отсюда, одеялом. Ну вот, одеяло снимает, он там полностью где-то лежит и намекает. Не намекает, а прямо мне говорит о том, что я вот должна сейчас руками своими брать. Я испугалась, у меня истерика началась, я вообще вот там прям... Вот если психика ломается, она у меня сломалась именно в тот момент. то есть то, что было до этого, это еще... Это было, да, страшно непонятно, в этот момент мне прям очень хреново стало. Он говорит, типа, ну вот, ты должна это делать, а я ему говорю, что я это не могу делать, и я этого не хочу делать. Он говорит, ну надо искать какие-то решения, и я ему сама предложила, у нас дома были желтые перчатки резиновые и банданы из Кока-Колы, они еще когда работали в Кока-Коле, эти банданы там дома появились, красные, квадратные, я ему предложила, что я перчатки надену на руки, а глаза банданой завяжу, и только тогда я смогу это сделать. Все, я ревела в захлеб и делала. А ваш плач его никак не останавливал? А его никогда он не останавливал. И дальше вот эти эпизоды стали повторяться, он вас продолжил просить о них. Да, потом потихоньку и перчатки слетели, и банданы слетели, и плакать перестало. Со временем уже начались разговоры о том, что это все дело еще и можно помещать, потому что можно закрыть глаза, представить, что это похоже на кашу или на чупа-чупс, и думать об этом. Но я все время говорю... Сколько лет? Вот 12. Это короткий промежуток, там буквально весна. Весна, по-моему. Ну, я такая нет, нет, я не хочу, я не готова к этому. В итоге он на щели все это дело. сделал, взял, так сказать. Тоже плакала, тоже кричала, ничего не останавливала. Сам удовлетворился, и все, как бы. Поехала спокойно маму с работы забирать. Мама, думаю, приехала, ужин приготовила. Все классно. То есть это все, ну, как бы, вписано было в страшно унылую, банальную, бытовую реальность? Да. Обычная жизнь. Среднестатистическая российская семья. Среднестатистическая семья. Девочка ходит в школу, значит, папа забирает маму с работы, мама поработала, пришла домой, устала, готовит ужин, там, к примеру. Да, периодически мама уезжает. Просто семейная жизнь такая. Да, мама уезжает в командировки, папа дочку в кровать к себе ложит. Или ночью спишь, тебя подходят, просыпаешься в страхе от того, что тебя там проводят по прежности. Или стоит за п*** и себя дергает. Алисия, я хочу спросить, я вас не сильно мучаю вопросами? Ну, немножко тяжеловато, мне очень трудно было уснуть сегодня ночью, потому что это всегда, я уже себе все и сцарапала, все руки. Но это, я понимаю, что это нужно. Вот каждый раз после я уходила в свою комнату и как будто отвлекалась на что-то, как будто этого ничего не было. вот это, наверное, помогало и спасало. Слушайте, Алися, 12 лет, имея в виду, что вы совсем-совсем не дурочка, вам не приходило в голову маме рассказать? Потому что вы же, наверное, понимали, что происходит. Я уже понимала, я вам говорю, я уже понимала, что это все неправильно и что это очень страшные вещи происходят. Мысли даже не было матери рассказать, потому что если я что-то расскажу матери, она мне не поверит, она ему поверит, меня отвезут, сдадут в психушку и все, жизнь моя на этом оборвется. А откуда взялась психушка? Откуда слово это взялось? Кто его сказал? Кто вам сказал, что вас увезут в психушку? Он, он говорил постоянно, что мама посчитает, что я, ну, не в себе и поэтому, ну, а куда ведут, везут людей, которые не в себе? Мы потом дальше будем говорить, придем к этому, что, то есть, он все свои угрозы реализовывал. А я ему верила и боялась, что если я маме хоть что-то расскажу, мне будут кранты. Со временем требования Сергея только росли. И к моменту, когда Олесе было 15 лет, уже не осталось никаких границ. Он позволял себе вообще все. Это уже 2008 год, мне уже 15 лет. За эти три года уже дошел уровень до того, что мы такими методами с ним договаривались. Что имеется в виду? Ну, он воспользовался мной, там уже на тот момент все, какие только он мог пожелать, любые фантазии. И за это он пошел договариваться с матерью. Я не могу отделаться никак от вопроса, ну, неужели ни одному человеку вы это не рассказали? Я думала у меня, то есть, я не знаю, с какого возраста уже начались мысли о том, что нужно с этим что-то делать. Думала сбежать из дома, просто куда-то идти, далеко бежать, и в какой-то момент понимала, что меня найдут, и... И вернут им. Вернут им, да, и станет еще только хуже. И плакала, и понимала, что ничего не сделать, оставалось терпеть. Кстати, чем старше я становилась, уже там ближе, с 14 лет, по-моему, он говорил, тебе потерпи до 18 лет, тебе 18 лет исполнится, уйдешь. Ну, я не дотерпела. Друзья, одноклассники, подруги? Нет, вообще, не знаю, как-то доверительные отношения, вот проблема в том, что было сложно выстраивать, довериться человеку, что человек мне поможет, а мне, а не навредит, вот эта трудность большая была. Рассказала, вот первый раз в 15, по-моему, лет, я поехала в ребячью республику, лагерь, там был мальчик, которому я решила рассказать, потому что я понимала, что я этого человека никогда больше в жизни не увижу. Не знаю, почему-то вот тот момент мне начинает, вот именно в 15 лет, желание появляется говорить об этом. Сначала ему, он мне ничего не сказал, но он меня пожалел. Я возвращаюсь домой, у меня начинается девятый класс учеба, я подружилась с парнями-старшеклассниками, и вот одному я рассказала все, на что он мне сказал, что нужно рассказывать матери. И вот тогда я рассказала маме. Что сделала мама? Что она сказала? Как она вас слушала? Как это было? Надо предысторию, наверное, сказать, как вообще это произошло. У нас был в школе, осенний бал это называлось. И там был школьный конкурс красоты, и выбрали меня. Я была вообще очень ошарашена и удивлена, что выбирают меня, потому что я себя не то чтобы там красивой не считала, я себя вообще никак не воспринимала. Но это приятно было. И вот выбирают меня, там девчонки-одноклассницы платье готовят, какое-то собирают. Я дома это рассказываю. Он говорит, а какие у тебя оценки? Мы смотрим четвертные оценки. Я вообще отличницей была, а тут две четверки у меня выходило за четверть. По-моему, литература и русский. И они с мамой такие говорят, ну вот если на пятерки выйдешь, на все, то идешь. Если не выйдешь, то не идешь. Наступает день вот этого окончания четверти, выставления четвертых оценок. У меня, по-моему, одна четверка в той четверти вышла. Я прихожу домой расстроенная, говорю ему, ну вот так и так у меня четверка вышла. Он говорит, ну мы же можем договориться, ты сейчас меня выжишь, а я поеду к матери на работу с ней переговорю. Ну все, как бы, ты пойдешь. Все, он все свое дело сделал. Он всегда, как поступал, он всегда прихранялся, брал прихотив, завязывал в мусорное ведро. Мусор собирал, завязывал, брал с собой, вез на помойку, выкидывал и оттуда ехал, за мамой, маму забирал и приезжал домой. Это, по-моему, была пятница, был сокращенный день. Ну почему-то мама раньше приехала. И она приезжает, и я такая собираюсь, типа, я иду на осенний бал. Она говорит, а с чего ты взяла, ты никуда не идешь. И у меня ступор, типа, а как я, как это я не иду? Мы же договаривались. Ну и все, и у меня истерика начинается. Я прям реветь, сидела в кресле, реву. Мать подходит, закрывает в комнату дверь и спрашивает, тебя Сережа бил? Я говорю, да, бил. Почему мама задала этот вопрос? Накануне она увидела у дочки синяк на лице. В этот день Сергей избил Олесю за то, что она прогуливалась с мальчиком после школы. Вот что Олеся об этом рассказывала уже на суде. Фролов меня притащил домой и стал наносить удары кулаком в живот, после чего ударил меня лицом об лестницу и сказал, я лучше тебя убью или продам в Екатеринбург. Я тогда сказала, убей, лучше убей меня. Потом они договорились, что Олеся скажет маме, что ударилась сама. Но у мамы, видимо, наконец возникли подозрения, что Сергей не только бил Олесю. Она говорит, он тебя насиловал? Я говорю, да, насиловал. А дальше вечером мы собираемся, она мне только дает понять, что мы вот сейчас вечером соберемся, уедем. Олеса, извините, я вас перебью, я тут не понимаю. То есть, вот сидит ребенок, мама спрашивает, он тебя бил? Да. Он тебя насиловал, да. А дальше что она говорит? А дальше разговора нету, потому что он дома. В этот момент, когда она зашла, приехали покупатели покупать стеллажи, они были в подвале дома. Он ходил в подвал показывать стеллажи. Он поднимается из подвала. Разговор не состоялся только из-за этого. Но я понимаю, что мама занимает мою сторону. Вечером он засыпает, она говорит, сейчас мы тихонечко вещи соберем, его с двух сторон в доме закроем, выбежем и уедем. И мы вот так вот сели в машину, поехали сначала, по-моему, к ее подруге, ей все рассказали. Она предложила, нашла вариант, куда нам поехать. В Шадринск. Каким-то людям вообще незнакомый. Мы едем в Шадринск, это у нас соседний город, и по дороге меня как прорывает, я начинаю ей все рассказывать. Рассказываю, рассказываю, она мне говорит, заткнись, хватит, мне не надо. А мама еще беременна была на большом сроке. Типа, не надо мне это рассказывать. А у меня, понимаешь, да, как пробку сорвала. Вот все, что было за это время, оно вот так вот просто начинает выливаться, выливаться, выливаться. Мы приезжаем в Шадринск, он с ней связывается. Я не знаю, что он ей наговорил. Она мне говорит, нам надо ехать, ну, следующее утро, она мне говорит, нам надо ехать в Тюмень, там что-то забрать вещи, и мы с тобой переедем. Я такая, хорошо. Мы приезжаем к ее сестре, остаемся у ее сестры. Она мне говорит, я сейчас поеду туда в дом, заберу кое-какие вещи нам необходимые. Она уезжает, едет в дом, потом приезжает, мне говорит, поехали вместе, ты мне поможешь. Я говорю, его там не будет. Она говорит, нет, не бойся ничего, его там не будет. Мы с тобой просто быстренько вещи соберем, пока его нету. Ты возьмешь то, что тебе нужно, я там свое возьму. И все, и мы уйдем. А у нас дом был большой, и там двери с двух сторон. Одна передняя, а вторая задняя. И мы заходим с мамой. Она меня вперед пропускает, я захожу, она следом закрывает дверь, там очень тугой, такой тяжелый замок. Я вот слышу эту защелку, и вижу, как открывается дверь с первого этажа. И там стоит он. И я тут понимаю, что все, я в ловушке. Он говорит, ты меня оклеветала, чтобы дальше этого не продолжалось, тебе нужно написать расписку о том, что если я кому-либо вообще хоть что-то по этой теме расскажу, я сяду в тюрьму, и моя мама сядет в тюрьму. И прям прописать, прописать, что я его оклеветала, я его оболгала, ничего такого никогда не было, и ничего никогда он со мной не делал, там не трогал. на меня сколько, 15-летнего ребенка эта бумажка очень сильно повлияла, я прям в нее поверила. То есть я испугалась, я это все написала, я все это подписала, мама рядом расписалась, но вот в тот момент мама для меня стала предателем. Ну так и есть. Ну то есть, нет, для меня только в тот момент она стала предателем. Ну объясните, как по мне, ваша мама в принципе им и была. Но почему именно этот момент для вас подвел черты? Ключевым, ключевым, да, стал этот момент, потому что до этого она не знала, да, и незнание ее как бы освобождало от всего этого. Но после того, как она узнала, и она выбрала вот так вот меня привести обманным путем к человеку, к насильнику к моему, поддержать его в написании этой бумаги. То есть, она сидела просто смотрела за этим всем, знаете, как фильм какой-то смотрит. То есть, вам заткнули рот? Да. И окей? Да. А у меня был вопрос, но он уже отпал. У меня был вопрос, почему вы поехали в Шадринск, а не в полицию? Да понятно, почему она не пошла в полицию, потому что она же вас не выбрала. Моя мама выбрала ходить по гадалкам. Мама, по словам Алисе, действительно ходила к гадалке с вопросом, кому верить? Дочке или мужу? Ответ был, что Сергей не мог такого сделать. А дочку вообще надо отвезти в церковь и крестить. А, ну вот, и следующий момент. Мы подписываем эту бумагу, следующее утро, они у меня утром будят и говорят, у нас больница есть, психушка в городе, Вензели называется. Они мне говорят, ну все, мы едем в Вензели. Типа, ты напридумывала, ты больная, надо везти тебя. Я говорю, ну поехали. Садимся в машину, едем в эти Вензели. Я сижу, такая им говорю, а вы не боитесь, что я сейчас там все врачам расскажу и в Вензелях вы окажетесь, а не я? Они проигнорировали полностью мой этот вопрос. Мы доехали до Вензелей. Там оказалось неприемный день. Опять-таки, я в 15 лет поверила, что там бывают неприемные дни. сейчас-то уже понимаешь, что никаких неприемных дней не бывает, а мною просто... Ну вот эта очередная манипуляция, да, можно же так это назвать? Да. Да, его очередная манипуляция, то есть то, о чем он предупреждал, тебе никто не поверит, тебя отвезут в психушку. Вот, смотри, тебе никто не поверил, тебя повезли в дурку. Ну, развернулись. Развернулись, поехали домой, меня отвезли к бабушке, я жила у бабушки, никому ничего не говорила, ни с кем эти темы не поднимала, год жила еще у бабушки, а через год меня обратно привозят. Добрый вечер. Привозят обратно в этот дом, к нему он меня уже не трогает, но донимает разговорами своими, то есть мать только выйдет, он начинает со мной разговаривать о том, что, ну вот что ты, ты, что тетя тебе не хватало, зачем ты рассказала, ты меня предала, то есть еще предателем я была во всей этой истории, а не он. Видишь, какое сейчас к тебе отношение? Наступил день, когда Олеся поняла, что просто невозможно больше терпеть все вот это давление, и она решилась на крайнюю меру, к которой прибегают люди в полном отчаянии. Таблетки, дома в аптечке были таблетки, я просто все взяла, не разбирая, что там, как там, я подумала, что если я вот все выпью, то меня по-любому вырубит и не станет. То есть там и так атмосфера напряженная была у меня, я школу заканчивала, сдавала экзамены выпускные, плюс дома мать постоянно об этом разговаривает, то есть с ним они садятся, одно на меня гонят, она выходит, он меня донимает, плюс вообще в принципе находиться в одном месте с этим человеком, мне вот даже до сих пор, мне вот сейчас сколько, 31, у нас суды начались, 28 мне было, 29 исполнилось, я каждый суд тряслась, как осиновый лист до последнего, я на последнем только суде огрызнулась ему в ответ, а каждый суд меня вот так вот трясло от одного его вида, даже когда он сидел в клетке, я через клетку, мне страшно было находиться рядом с этим человеком, но это навсегда, потому что это травма, это никуда этого не деть. Чем закончилась эта история? Выпиваете все эти таблетки? Да, выпиваю все таблетки, мне становится хреново, я все, что успеваю сделать, это доползти до лестницы, крикнуть маму, мама спускается, бежит, она перепугана, я говорю, я в таблетке. Она вызывает скорую, приезжает скорая, начинает меня промывать, а скорая просит во время промывания держать руки, а я сидела, он меня держал за руки сзади, причем еще гладил по рукам собака, а я сижу и вот, ну просто что хотите, делайте. Для меня, внутри меня жизнь оборвалась. Она может, ну, то есть тело живое, да, а внутри пустота, у меня пустота. И ты живешь потом с этой пустотой всю жизнь. потом больница была, в больнице же тоже, когда вот происходит подобные вещи, психиатр начинает работать, психолог, ну, выяснять, что произошло. Причины? Да, 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 мать сразу же заявила о том, что в моем, ну, только в ее, исключительно в ее присутствии будет все происходить. И молодцы, да, все встречи, и мне тоже дали понять, что я ничего лишнего не говорю, они придумали легенду, что мы поругались, по-моему, и я должна была следовать этой легенде. Все, я ухожу к бабушке жить, живу у бабушки, потом мне 18 лет исполняется, я вообще уже ухожу из дома, и 18 лет я просто ушла на улицу, в никуда, во взрослую жизнь, скажем так, в свободное плавание. И первый раз я в органы обратилась в 2018 году. То есть эту историю... Через 9 лет? Да, эту историю на протяжении жизни, выстраивая где-то доверительные, длительные отношения с людьми, да, когда появлялось понимание того, что я человеку доверяю, я могла рассказать. То есть я сама выбирала, кому я буду говорить, а кому не буду говорить. Только через 9 лет нашелся человек, который сказал мне о том, что нужно обратиться. в следственный комитет. Мы пошли в следственный... А сами вы, сами вы не понимали этого? Нет, мне... А у нас же есть там один козырь в рукаве, из-за которого тоже страшно было даже обращаться. То есть у меня уже были дети, да, там, в 18 я забеременела, в 19 родила, и мне уже было ради кого жить, в принципе. А обратиться в органы... Для меня почему-то было под угрозу подставить себя, там, свою жизнь, своих детей. Значит, у вас какой-то неравнодушный человек, впервые встретившийся в вашей жизни, сказал, что... Вам... Сказал, что надо обращаться в полицию. Да, это первый человек, который сказал, что надо обращаться в полицию. Мы поехали в следственный комитет, приехали. Я не успела даже толком ничего внятно рассказать. Мне сказали, все, сроки давности вышли, иди отсюда. Я ушла. Я очень сильно расплакалась, у меня прям это... Ну, такое надежда, типа, появилась маленькая что-то сделать. Следующий момент, 2021 год это был, да? Август месяц, пропадает девочка, вся Тюмень... Настя Муравьева. Да, 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 Настя. Вся Тюмень встревожена, я в том числе, и прям, ну, меня всегда эти ситуации тревожили, я за ними как бы наблюдала. Пропадает девочка. Чуть-чуть, удачну, эти ситуации тревожили, какие эти? Это же не первый раз, 2011 год, когда Аня Анисимова пропала. Я тогда в институте училась, на втором курсе, по-моему. Там огромный список пропавших детей в Тюмени, на самом деле. Вообще, да, огромный список, но вот до Насти, я прям ярко помню Аню, также резонанс очень большой был, вот, и пропадает Настя. В Тюмени уже больше недели продолжаются поиски девятилетней Насти Муравьевой. Олеся, ей тогда было 27 лет, смотрит телевизор, а там бесконечные новости о пропавшей девочке Насте Муравьевой. Девочка потерялась 30 июня, ее поисками заняты сотни тюменцев, среди которых правоохранительные органы, родственники и просто неравнодушные горожане. Весь город в страхе, опять пропал ребенок. Неужели снова объявился маньяк, который похищает детей, и которого ищут и не могут найти уже больше 20 лет? К сожалению, это не первый случай пропажи ребенка в Тюменской области. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела об исчезновении детей в Тюмени, начиная с 1997 года. На какой-то передаче говорят о том, что много детей пропадает и прям выстраивают эту всю хронологию пропажи детей. Смотрю, какой портрет преступника, и у меня в голове какие-то параллели проводятся? Возраст 40-45 лет. В Тюмени характеризуется положительно. На данный момент он проживает с женщиной. Возможно, это гражданский брак, у которой есть ребенок, девочка того же возраста, что и возраст потерпевших. Он работает на одном из крупных предприятий города Тюмени, в котором есть свой собственный автотранспорт, что позволяет ему покидать место работы не вызывая подозрений. Я смотрю эту передачу, начинаю себе выбивать, когда этот человек появился, чем он занимался, и появляется мысль, а вдруг это он? Совпадения действительно были. Появился в семье Фролов в конце 90-х, жил с мамой Олеси в гражданском браке, работал экспедитором на крупном предприятии. Олеся решила пойти в следственный комитет и рассказать о своих подозрениях. Была еще одна причина для такого шага. Олеся очень переживала за свою младшую сестренку. Следующий момент у меня сестра, его дочь совместная с матерью приезжает ко мне, рассказывает, что папа ей уже, а ей 12 лет рассказал, что такое мед. Папа ей в рюкзак положил какие-то резиновые перчатки. Надо на этом заострить внимание, потому что у нас был эпизод с резиновыми перчатками. И следующий момент она сидит, плачет и мне говорит, я не хочу жить с мамой, ты знаешь, какая наша мама, и я не хочу жить с папой, мне страшно находиться с папой. К тому моменту их мама уже давно разошлась с Сергеем, у нее были другие отношения, другой мужчина, а сестренка продолжала общаться с родным папой и оставалась иногда у него ночевать. Я звоню маме и говорю, что происходит вообще, она говорит, Леся, он отправил с ней в рюкзаке резиновые перчатки. Я говорю, ты идешь в следственный комитет? Она говорит, я не знаю, я боюсь. Я говорю, все, мне не о чем с тобой разговаривать, если не идешь ты, иду я. Так я оказалась на приеме, в Тюмень выехала по делу Насти. Вот сейчас могу ошибаться, но буду называть своими словами. По-моему, это была следственная группа, и там во главе был один из следователей, взрослый мужчина. Я попала к нему вот прям лично. Пришла в гражданском порядке, анонимно, то есть у меня не было какого-то там умысла его засадить, еще что-то. Олеся на это не рассчитывала. Срок давности преступления вышел. Ведь так ей объяснили в 2018 году, когда она первый раз пошла в Следственный комитет. Я прихожу с обращением о том, что вот сейчас вы ищете человека, подозреваемого в преступлениях. Я знаю преступника, который мало того, что надо мной преступление совершал, сейчас я его подозреваю в том, что он может быть причастен к делам с моей сестрой младшей, и третий момент, он подходит под портрет вот этого маньяка, которого ищут по городу. И теперь Олеся просто хотела поделиться своими подозрениями, хотела помочь поймать преступника. Проверяйте, вот, я вам дам все данные, проверяйте. А у меня этот мужчина попросил рассказать, что произошло, я ему рассказала свою историю, он мне сказал, ну, не уверен, что это наш преступник, но мы за тебя его нужно наказать. И все, у человека вообще сомнений ноль абсолютно было в том, что мною сказано, что это было. Да, 20 сентября у меня уже допрос, и допрос там нескольких свидетелей, и 21 сентября в 6 утра его задерживают и отвозят в СИЗО. У нас начинаются следственные действия перед подачей документов в суд. Что это? Это начинаются допросы, очные ставки, полиграфы, ну, полиграф в данном случае. Экспертизы были, медицинские, психиатрические. Вы проходили полиграф? Я не проходила, у меня был медотвод, допуска не было. Причем у нас интересная ситуация с полиграфом. Мне когда назначили, я в назначенное время, в назначенное место пришла, сама, все, я прихожу, говорю, да, я хочу, давайте, приступим. А мне полиграфолог говорит, иди-ка, бери направление, проходи всех врачей, и потом возвращайся. В чем там вопрос? А почему он прошел полиграфом? Он не прошел полиграф. Он его завалил. А вот к чему я это говорю, когда его пригласили на полиграф, он сам просил, а вот давайте меня проверим, все ли у меня со здоровьем хорошо, а может я не могу проходить, и его проверяют, у него все отлично, все, у тебя нету противопоказаний, иди и делай. И он идет на полиграф, и полиграф по всем вопросам показывает, что он лжет. То есть ему все вопросы по вот этим эпизодам задаются, он отвечает, что якобы ничего такого не было, а полиграф по всем вопросам показывает, что было. Ну, то есть точнее, что он врет. Каким образом вообще можно в суде доказать, что вот эти все эпизоды были, когда они были давно, и у вас нет документальных свидетельств? Ну, условно, вы это же не снимали на фото, на видео, этого никто не видел, как это было доказывано? Да, давайте вот мы сейчас к этому подойдем, все, у нас дело отправляют в суд, и первый судья нас разворачивает, собирает наше дело, и нас просто разворачивает, говорит, тут нечего рассматривать по существу. В чем вопрос? Он говорит, даты точные нужны, а я сижу, как я, я что, должна была календарь где-то, дневник вести, ну, там, описывать, все расписывать в подробностях, типа, и тогда бы сейчас это дело рассматривалось. Благодаря Следственному комитету Тюменскому мы все-таки добились своего, ну, нам удалось донести, что это невозможно в принципе было. Обыски у Фролова тоже ничего не дали. Расписку, которую Олесю заставили написать отчим и мама, что она никому ничего не расскажет, так и не нашли. И даже почти все совместные семейные фотографии исчезли. Он у матери забрал все детские фотографии, все альбомы с его участием, с моим, с ее участием, вообще все забрал. Почему у меня нету детских фотографий, как вы думаете? Вот, по этой причине у меня нету детских фотографий. Он все это забрал и где-то припрятал. Он у меня телефон забирал, у него был мой телефон. То есть где-то расписка опять-таки это. У него есть где-то тайник, как у любого. Он больной человек, потому что здоровый человек такими вещами не будет заниматься. И вот где-то я уверена не все обыскали, где-то в его тайнике хранится все эти вещи. Единственная надежда была на свидетелей, на тех редких людей, которым когда-то Олеся рассказывала о преступлениях отчима. Когда начинается судебный процесс, это слово против слова. То есть его слово, есть мое слово, есть свидетели. Был полиграф, но полиграф не доказательства. Да, не предоставляли как доказательства. Были свидетели, слова свидетелей. Когда меняются показания, это имеет большое значение. То есть там много моментов, на которые суд обращал внимание. Не понимаю. Ну, у моей матери несколько раз менялись показания. А она свидетель стороны защиты. То есть его стороны. Мама свидетельствовала против вас? Да, она на его стороне была. А вы это не сказали. То есть мама выступала за него против вас? Да, вместе с ним. Она до последнего была. Мама звезда. Олеся, а давайте немножко бегло обрисуем позиции. Свидетели защиты говорили, что ваша мама какой главный посыл был? Что я хочу деньги. я завидую им и я хочу денег. И я говорила вот сейчас, чтобы деньги получить. Ничего не было и вы все врете? Да, 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 что я все придумала. Сказочница, выдумщица. Так, кто еще из ваших близких, вашей семьи выступал против вас? ну вот со стороны мамы родственники и его родственники, они тоже, что я такая лживая, маленькая была в детстве, то есть они же меня только в детстве видели по факту, что я такая маленькая, лживая, демон-манипуляторша была и выросла и вот так вот его отблагодарила за его воспитание. А у него очень влиятельная сестра есть и была. А давайте назовем вслух, кто его сестра? Родная сестра? Да, его родная сестра Фролова Ольга Сергеевна влиятельная и кто она? Ну вот есть бывший губернатор Тюменской области Якушев Владимир Владимирович это его главный соратник и правая рука. Руководитель пресс-службы они сейчас я на данный момент не знаю на каких должностях но насколько в новостях видела, то есть еще выше поднялись на уровень Москвы. И что? Ну если у нее брат фил то что с этим сделаешь? Ну с одной стороны она вроде бы как бы да не она же меня нафиловала но с другой стороны она его так яро поддерживала. Я прошу прощения Олеся вот тут надо звучать ужасно конкретно то есть если у кого-то брат фил то это кого-то плохим не делает либо она как-то участвовала в этой истории если да то назовите это буквально. Ну давайте буквально там с его стороны во время задержания он ходил по дому с очень важным видом и говорил у него там мать его была в квартире и он ходил и говорил опергруппе о том что сейчас он вы знаете кто моя сестра вы знаете с кем работает моя сестра сейчас я ей позвоню и она со всем разберется они говорят да звони хоть президенту ты все уже как бы приехал дальше А это он говорил а она как-то участвовала в деле? Она в деле шла свидетелем Конкретно что-то говорила сестра такого что неправда на суде? Ну она пыталась перекидывать на какие-то там в детстве кружки что я там была лгунием манипулятором меня выставлять в нехорошем свете не по факту его защиты ничего не было сказано а только попытки как-то оговорить наговорить на меня Бросить на вас Да, да, да То есть она это делала на суде? Да Защищая брата? Да А ваша сестра кстати говоря она на чьей была стороне? Ну его Она мне писала несколько раз писала обвиняла меня там я папу оговорила Ну а знаете когда-нибудь она вырастет и поймешь что тоже когда папа в 12-летней девочке рассказывает что такое нет это неправильно всему свое время А она давала показания в суде? Нет Сколько ей сейчас лет? 16 Все его родственники все мои родственники были на его стороне а мои друзья и знакомые тем кому я в течение жизни рассказывала эту историю это сыграло мы даже нашли мальчика вот из этой ребячей республики который дал показания хотя он очень боялся но дал показания и тоже сказал да помню да было потрясло его тогда и то есть то что на протяжении всей жизни я эту историю рассказывала то что я в этой истории как как это правильно говорится повторялась то есть всем одно и то же всю жизнь рассказывала ходила и набралось достаточно количества людей чтобы выступить на моей стороне в суде А медицинская экспертиза? Да А психиатрическая Это важный факт? Психиатрическая экспертиза очень важный факт Нет-нет медицинская медицинская С медицинской экспертизой не столь важный был факт потому что да там были обнаружены какие-то скажем так повреждения но даже на самой экспертизе сказали да есть но спустя столько лет в таком возрасте это приписать именно туда ну невозможно по факту А что еще кроме показания свидетелей ваших которые рассказывали что в течение жизни вы рассказывали одно и то же много лет разным людям что еще свидетельствовало вашу пользу? Психиатрическая экспертиза которая показала что? Ну скажем так травмы и расстройства которые причинены ввиду насилия которое происходило надо мной в детстве то есть если бы было все хорошо и ничего бы не было то у меня бы и травм определенного характера не было Так какое решение принял суд была доказана его вина или нет? Да была доказана в полном объеме Он был признан виновным по многим статьям Вот он сидит в клетке да в этот момент когда выносят приговор? Да он сидит в клетке его привезли из СИЗО озвучивают приговор я стою у меня такое с одной стороны тепло внутри с другой стороны какая-то тревога небольшая то есть я это слышу стою и не верю почему не верю? потому что я тревожница судья он же приговор зачитывает там очень много слов очень быстро это все говорится 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 изначально он говорит что назначить путем частичного сложения 12 лет в колонию строгого режима отправить и тут вот так вот по щелчку выпустить в зале суда я только эту фразу то есть но выпустить в зале суда я стояла я потерялась я сама до конца не понимала у меня как шум в голове вот это вот выпустить в зале суда я просто побежала оттуда и бежала вот вперед я в себя пришла только в редакции 72.ру уже к Артуру пришла по-моему плакала журналисту который писал статью ну это материться можно нет можно запикаем это это других слов не подобрать в смысле выпустить почему как в смысле как его выпустили вот так вот выпустили поэтому я говорю это было соломоново решение решение которое удобно было всем мне кинули типа что ну вот доказали доказали что это было вот его осудили он пи*** у тебя есть переговор но он на свободе а почему официальная причина какая вот опять-таки вернемся к срокам давности срок давности таких преступлений 15 лет если бы в 2018 году заявление Олесе приняли в следственный комитет то Сергей Фролов получил бы реальный срок было еще одно преступление на котором настаивало обвинение тот случай когда Олеся наглоталась таблеток доведение до такого вот у этого преступления срок давности еще не истек но суд решил что действия девочки вообще не связаны с поведением отчима кто решение выносил у нас судья Ильин был судья центрального суда Тюменского кстати после нашего дела после вынесения решения его успешно перевели в областной суд Мы подавали апелляцию? Нет мы не подавали апелляцию А почему? Потому что мне так адвокат объяснил если мы в Челябинск подаем апелляцию они вообще могут все дело пересмотреть и даже этот приговор отменить Это все как-то очень странно Да мне тоже было это очень странно я понимала что очень странно Вы же все равно ничего не теряете зато вы лишаетесь шанса на пересмотр решения Единственное что Олесю примеряет если так можно сказать это то что Сергей Фролов после приговора теперь в судебной уголовной системе имеет определенный статус и человеку с таким статусом по закону который приняли недавно нельзя вообще находиться в местах где есть дети Понимаете уже закончился суд я пишу адвокату Максим Евгеньевич президент выпустил указ этот человек не сможет появляться на детских площадках в торговых центрах на детских мероприятиях и я прям радуюсь этому почему я радуюсь потому что ну я до сих пор боюсь что он кому-то навредит я не знаю как работает закон но ваш папа состоит в системе государственной родителей школьной отличненько он там есть у него там есть аккаунт очевидно он как родитель занимается вашей сестрой кто? Фролов? да а ну так он очень крутой отец у меня тоже был крутой отец со стороны так вообще идеальная семья среднестатистическая с доходом выше среднего мы же с этого начали вы общаетесь с мамой сейчас? нет не общаюсь и не хочу каким был ваш последний разговор? ну вообще разговоры были как не диалоги а ее монологов я очень много слушала во время судебных заседаний это все были провокации а вот наш именно последний разговор диалог состоялся по телефону во время следствия она позвонила мне и угрожала мне что если я не заберу заявление то угроза будет светить мне моим детям типа она знает где я живу у нас даже была диктофонная запись я ехала в такси попросила таксиста дать его телефон просто у человека незнакомого вырвала телефон врубила диктофон и все ее слова записала привезла в следственный комитет передала эту запись и сказала если она мне нанесет какой-то ущерб вот запись есть возбуждайте уголовное дело но пока она меня не трогает знаете как это пока лает но не кусает я не буду писать на нее заявление то есть что хочу пояснить вот у него филия имеет срок давности а знаете что не имеет срок давности укрывательство филии она не состояла с ним в браке и все ее действия он не является ее родственником она не может пользоваться 51 статьей все ее действия это укрывательство филии только его прямые родственники могут по 51 статье пойти и не давать показания все остальные люди участвовавшие в этом процессе занимались укрывательством филии а укрывательство филии не имеет сроков давности если бы прокуратура сама возбудилась и сама этим занималась честно сказать мне бы пофиг было потому что люди чем-то думали когда это делали Олеся так вот этот разговор который вы записали на диктофон это и был последний ваш разговор с мамой да это был наш последний вот прям разговор с моей мамой больше у вас есть эта запись? нет она в следственном комитете а что кстати ваш папа что про него известно? кто он? как он присутствовал в вашей жизни? он не присутствовал в моей жизни потому что мама запретила ему присутствовать скажем так в моей жизни Из воспоминаний, там, папа мне первую азбуку подарил, подарки дарил, игрушки дарил. Но потом вот такое её решение, и мы перестали общаться. Папа у меня хороший человек, помогает людям, такой миротворец, скажем так. А сейчас вы с ним общаетесь? Нет, не общаемся. А почему, если он хороший человек и миротворец? Ну, как-то так получилось, что мы в 16 лет... Мы там попытались выстроить отношения, но я понимала, что я не могу ему рассказать. А находиться рядом и ничего не рассказывать я тоже не могу. И всё, закончились наши отношения. Последний раз общались во время суда, уже после приговора мы с ним созванивались. Он мне сказал, что это твоя мать, её никак не поменять. Никто тебе ничего не сделает, успокоил меня, и всё. Ну, я всю жизнь без папы, теперь ещё и без мамы. Переходим к последней части нашей истории. Значит, ну и что? Вот он живёт себе спокойненько, ходит по улицам, работает. Всё ему сошло с рук? Не, он не работает, но живёт спокойно. В торговом центре я его как-то видела. Он ходит по улицам, по торговым центрам, улыбается, когда меня видит. Мама ваша? Не знаю. Я видела их на вот последние у нас уже гражданские же суды были, да, когда материальный там вопрос оглашался. Они всё по-прежнему его поддерживают. Ну, не надо говорить ваша мама, нет, у меня нету мамы, я уже живу с этой мыслью много лет. Моя мама закончилась в тот день, когда она угрозы в адрес моих детей сказала. Меня, если можно так назвать, вылечили от желания иметь маму. Я уже сама мама. У вас двое детей? Да, у меня двое детей, сын и дочка. Первый сын, я очень радовалась, что у меня первый родился сын, потому что, типа, с мальчиком такого произойти не может. Ну, в моей как-то голове вот так вот 18 это укладывалось, что это... Я боялась очень, что будет первая девочка. Вот, первый сын, я думала, мальчик, это будет защитник. Но чтоб уж наверняка с ним ничего не произошло, я ему в компаньон и дочку родила, чтобы они были вдвоём. Потому что мне, возможно, тоже не хватало, чтобы рядом кто-то был, братик или сестрёнка. С кем мы бы вместе могли защищаться. Ну, я сама не позволю никогда, чтобы их кто-то обидел. Я их буду всегда защищать. Вообще, ну, это к тому, что... Мне показали, какой матерью быть нельзя. Мне показали, какими могут быть не мужчины, наверное, надо сказать так. Меня удивляются, типа, а как ты работаешь с мужчинами, а как ты взаимодействуешь с мужчинами. Ну, судя по моей матери, я как бы и с женщинами должна тогда не общаться, не взаимодействовать. Нет, мужчина — это про другое. Тот человек — это не мужчина, это даже не человек. У меня никогда не поворачивается язык называть его человеком или как-то по имени. Он не достоин ни своего имени, ни названия человека. И животного звания он тоже не достоин. Я не знаю, что это. Просто никто. Поэтому, в целом, с людьми я люблю людей, люблю животных, люблю детей. Говоря о своей семье, вы говорите о детях. Ну, если я правильно понимаю, то с мужчинами близкие отношения, как минимум, длительные, не выстраиваются на сегодня, да? Да, ну, были попытки, но поначалу это было с этим все связано. Дальше уже, не знаю, я не хочу всю жизнь обвинять эту историю в своих каких-то неудачах. Мне реально чего-то удалось добиться, чтобы понимать, что многое зависит от меня. И что касается длительных отношений, они будут просто всему свое время. Сейчас и так все говорю, очень закрутилось, завертелось после того, как закрылась эта история, после того, как я много работала с психологами, со специалистами. Вообще жизнь полетела, я сама даже не успеваю порой осознать, что как это возможно. Поговорим о вас и о вашей работе. А кто вы, чем вы занимаетесь? Короче, в кого вы выросли? Я выросла в парикмахера. Причем профессию я получила во время суда. Я до этого разными делами занималась, но когда шли у нас в суды, я приняла решение отучиться на парикмахера, причем на мужского парикмахера, и стала работать мужским парикмахером. Чего вы в жизни добились? Квартиру купила. Это тоже, кстати, во время судов. Я купила нам с детьми квартиру. У нас теперь есть свой дом. Я всю жизнь, мне было... Сейчас главное не разреветься. Я всю жизнь, короче, разреветься. Ревите, почему я это, Господи? Да я не хочу! Я не хочу, я не буду жертвой больше. Плакать – это не жертва. Плакать – это быть сильным. Это не бояться проявлять эмоции. Быть собой. Не кем-то, а собой. Не хочу плакать. Я всю жизнь считала, что дом – это самое опасное место. Что своя квартира – это самое опасное место. Потому что в моем доме надо мной делать вещи, которые кому-то даже во сне не приснятся. Только после того, как закончился первый суд, какие-то гештальты внутренние закрылись, я считаю. И я смогла встать на тот путь, что мне нужен дом. Я сделаю свое безопасное место, где будет безопасно мне, где будет безопасно моим детям. Где никогда не произойдет того, что произошло со мной. Меня научили, как нельзя, как нельзя обращаться с человеком, как нельзя обращаться с ребенком. Я с детства знаю, что такое предательство. Ты с раннего возраста за три секунды понимаешь, в каком настроении человек заходит домой, только лишь потому, что тебе нужно понимать, будут тебя сегодня избивать или нет. Будут тебя сегодня нахиловать или нет. Вот. Настолько я чувствительная личность стала благодаря этому. Вот всего, что добилось, это жилья, слава богу, работы. У меня крутой коллектив. Детей? Можно так сказать? Это неправильная, конечно, формулировка. Да, детей. Дети — это мечта. Вот дети — животные. Он всегда был против животных. На него часто нападал наш кот. И когда я его кусал кот, я очень радовалась в детстве, потому что думала, хоть кто-то за меня может постоять. Нельзя. Нельзя. Мне, знаете, задали вопрос вот наше интервью. Не боюсь ли я, что будут какие-то последствия опасные для меня? Кто спросил? Адвокат мой. Какие? Ну, не боюсь ли я передавать материалы уголовного дела? Так, и что? Оно закончилось? Ну, да, вот. И я тогда на секунду задумалась, типа, боюсь ли я, не боюсь. Такая, думаю, ну вот этого я меньше всего боюсь. Мой посыл, самый сильный вообще, самый мощный — это о том, чтобы... Чем раньше вы обратитесь в правоохранительные органы, тем лучше обращение в правоохранительные органы — это единственное решение. То есть есть преступления. И с преступлениями работают правоохранительные органы. Ни гадалки, по которым ходила моя мама, ни сестры, ни братья, ни дяди. Есть специальные органы, чья работа, выяснять, что произошло. И они должны этим заниматься. Я очень надеюсь, что вот мы... То, что мы с вами сделаем, это очень крутое дело. И если даже мы в итоге хотя бы одного фила накажут или одного ребенка спасут, это уже будет победа. Субтитры создавал DimaTorzok